Семья Насти Нагорной на приём к министру здравоохранения пришла с надеждой. Уже полтора года девочка борется с онкологией, но состояние пока не улучшается, только наоборот. Недавно Бобручанка вместе с мамой вернулась из США, где ребёнку сделали геномный тест, после которого появилась надежда на препарат американского производства. Однако есть большое «но». В Беларуси он не зарегистрирован. Доказательств его эффективности нет. Владимир Караник поручил провести дополнительную комиссию, по решению которой ситуация может измениться. Тест показал, что нам показывают препараты, интригциниф называется, и он попадает в нашу поломку гена, которая на 100%. То есть это большая надежда для нас. Препарат новый вышел только в 2019 году, в августе 2019 года. Поэтому он ещё дорогостоящий и эффективный. Соберут комиссию, будут рассматривать документы. Настеньку возьмём в Минск. Будут рассматривать документы и решать, смогут ли они помочь или нет. Подобные приёмы в разных регионах страны министр здравоохранения проводит ежемесячно. Всего на встречу записались 11 человек. Пятеро Бобручане, остальные приезжие. Вопросы к министру касались лечения, установления диагноза и инвалидности, а также перераспределения после учреждения образования. На все обращения глава ведомства дал ответы. Кого-то они удовлетворили, а кто-то же остался при своём мнении. Приём прошёл, я думаю, в рабочей обстановке. На сегодняшний момент вопросы, наверное, чаще всего с такими вопросами обращаются. Это либо содействие в оказании медицинской помощи, в тех случаях, когда это выходит за пределы стандартов и за пределы рекомендаций. И в этих случаях мы тоже объясняем, что министр не может единоличным решением решить, нужен этот препарат или нет. Мы направляем на республиканский консилиум у специалистов. Что же касается Настина Горная, в Минск она отправится уже в следующий понедельник. Ведь здесь на счету каждая минута. Как решится вопрос девочки, которая, несмотря ни на что, верит в чудо, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Мария Пересневич, Максим Галеонко, Бобруиск, 360.